О чем речь? К чему вообще этот эфир? Много лет я занимаюсь фитнесом, тренировками и как-то вот растяжка была у меня всегда на втором плане, она была у меня типа разминка. Где-то вот пару лет назад я осознал, что с гибкостью надо что-то делать, что мне ее не хватает и начал плотно этой темой интересоваться. И в общем-то сейчас уже более сильно погрузился в эту тему и сейчас в общем-то провожу даже небольшой курс для тех кому за 50 вот именно в эти дни как раз проходит такой курс и специально решил вот для участников этого курса провести встречу с тренером по йоге, которую я очень хорошо знаю, которым я доверяю, она мне очень всегда помогает своими постами, своими тренировками, челленджами. Я проходил несколько челленджей в нее и решили, что вот такой прямой эфир мы проведем в инстаграм, потому что это проще всего и это наиболее, так скажем, доступно и будет полезно не только участником тренинга, но и всем остальным. Значит, поможет мне в этом Анастасия Степина, которая в инстаграме, а у нее ник Настя Толедо. Я, как уже говорил, знаю Настю вот с тех пор, как появился в инстаграме, лет, наверное, 7, наверное, как-то сразу нас инстаграм познакомил и я понял, что у нас очень много общего, не только интереса в фитнесе, но и вообще по жизни. Вот и сегодня как раз нам Настя расскажет о своем опыте, о своем взгляде на это, на гибкость после 50, как ее можно улучшить, для чего ее можно улучшить или может вообще оставить все как есть и потихонечку, так сказать, жизнь ничего не делает. О, класс! Так, я только не слышу ничего. Так, я слышу. Слышите? Да, да, да. Отлично. Ну, звук сразу же испортился чуть-чуть, но я думаю, что здесь ничего страшного. Ну да, наверное. Так, значит, сразу предупреждаю, Настя в спортивной форме, так что вы тоже готовьте форму, корите, наверное, скорее всего, что-то будет, какие-нибудь упражнения, поэтому просто пока есть время, пока будет теория, готовьтесь. Настя, ну, очень рад вас видеть еще раз. Я тоже. В конце концов, это случилось, целую неделю мы готовились, особенно я, конечно, потому что не часто такие эфиры. Ну, расскажите о себе в двух словах и потом уже по делу. Ну, в общем, йогой я занимаюсь с 2007 примерно года. Это когда родился мой средний ребенок, сын, и как-то вот мне захотелось себя побыстрее привести в форму, и я искала такой вид фитнеса, который не будет доставлять мне неудобств. То есть мне нужно было, чтобы моя физическая активность повышала качество моей жизни, да. Не так, чтобы я, выходя после занятия, мне становилось все хуже и хуже. Ну, то есть такое тоже было. То есть я прошла этот момент, я ходила там на степ-аэробику, я понимала, что у меня что-то с коленями, что-то с шеей, болит голова, я что-то делаю крайне неправильно, но времени и, может быть, вот этого состояния разбираться, желание разобраться, почему не так, что не так не было. Вот. И я нашла, как сейчас принято называть, принято говорить, мягкий сенситив фитнес. То есть это различные виды такой физической нагрузки. Сюда можно отнести растяжку, стрейчинг, пилатес, йога. Может быть, функциональные какие-то тренировки, которые не связаны с поднятием, да, дополнительного веса. То есть мы работаем с собственным весом, в ритме собственного дыхания, без резких движений, да. То есть у нас нет прыжков, бросков, каких-то еще вот таких вот моментов. И сначала меня это устраивало. Сейчас я на самом деле уже готова, наверное, что-то добавить, какие-то элементы прыжков, бег вот включила. Очень активно использую функциональные тренировки. Но поначалу вот именно для восстановления это была прямо такая очень мягкая, мягкая тренировка, да. Вот. И йога здесь подошла идеально. Вот. Ну, то есть вот давно занимаюсь, потом училась, выучилась на инструктора, училась много где, и в том числе в Индии, и в Киеве, и в России. И, в принципе, это такой бесконечный процесс, да, самообразование для того, чтобы быть хорошим инструктором, чтобы быть актуальным, скажем так, и востребованным, и в то же время совершенствоваться и в личной практике, и в преподавании. Да, вот я послушала начало вашего эфира про то, прозвучала такая интересная фраза, что оставить всё как есть, то есть нужна ли растяжка, или оставить всё как есть. И почему-то сразу же у меня про такой звёночек, знаете, иногда вот приходят, допустим, ты приходишь в банк, и тебе предлагают дополнительную услугу, ну, например, там, оформить вклад в пенсионные какие-то накопления и так далее. И когда ты начинаешь выяснять, у них всегда звучит такая фраза «возраст до жития». И вот она прямо режет ухо, да, вот это «возраст до жития», что это вообще-то? То есть для меня, ну, как бы, может быть, я с высоты пока своего возраста сужу, мне 43 года, да. Ну, то есть мне кажется, что мы всегда должны стремиться к какой-то полноценной жизни, то есть всегда сохранять свою умственную и физическую активность. И вот Дмитрий, да, написал, что тема нашего разговора – это растяжка, это прямо классно, но когда он начал эфир, несколько раз прозвучало слово «гибкость», и мне это очень понравилось, потому что растяжка – это гибкость, да, и мы вот как раз по этому поводу и будем говорить. То есть обычно под растяжкой подразумевает, ну, сразу же такая картинка в голове, это наклон, да, наклон к двум ногам вместе или наклон с широкой постановкой ног, ну, или бабочка, да, под гибкостью, ну, это сразу же мостик, это какие-то прогибы, но это все очень тесно взаимосвязано, вот как раз об этом и поговорим. Ну, передаю слово вам, Дмитрий, и дальше вы мне тоже потом скажете, может, что-то. Ну, да, я хотел сказать, как будет проходить вообще, как мы собирались этот эфир провести. То есть все-таки сначала, ну, Настя расскажет теоретическую часть, зачем нам развивать нашу гибкость, как наша жизнь связана, как наше долголетие с этим связано, как наши, ну, функциональные возможности связаны с этим. Вот, потом ответы на вопросы, ну, потом еще был такой план у нас рассказать про меофасциальный релиз, да, что это такое? Да, да, обязательно, да. Чем же отличаются вообще от других упражнений, если не йога или же просто вот ОФП, допустим, тоже там есть растяжка, гибкость, в общем-то вот эта вот грань, что лучше, чем лучше заняться, йогой или ОФП, вот. Ну, ответы на вопросы, и потом у нас с Настей есть курсы, которые, так скажем, продаются, и мы с Настей решили дать пробные уроки к этим курсам, то есть в конце потом я расскажу, как эти уроки можно будет получить уже после эфира. Сейчас пока просто будем заниматься вот теорией и ответами на вопросы. А вот этот доступ к урокам, он будет потом там в комментариях, мы потом разберемся, как это сделать. Но я об этом расскажу обязательно позже. Вот, ну, теперь хотелось бы, конечно, понять, зачем нам эта гибкость... Нормально у нас эфир идет? Что-то у меня кружочек появился. Настя, вы там, пажется, чуть-чуть зависли. Так, эфир мы, конечно, сохраним. Надо, чтобы Настя там отвисла. Ну, пока Настя, наверное, отсоединяется и снова присоединяется. Сейчас посмотрим, как... Настю не видно. Сейчас она снова присоединится. Так. Настя находится все-таки очень далеко от отчета. И, сами понимаете, не так просто это все наладить. Да. Так. Все, вернулось. Да, я решила переключиться на Wi-Fi. И, видимо, вот этот момент... В общем, зря я это делал, ладно. Так, ну, вы поняли, о чем надо говорить сейчас, да? Сейчас вы нам должны рассказать, за которым нам эту гибкость развивать. Давайте, начну. Почему нам надо заниматься ею? И чем старше, тем больше. Да, да, все верно. Кстати, вот это очень верно. Хотя, на самом деле, возраст очень условный. Я преподаю больше 10 лет и могу сказать, что люди, ну, наверное, после 50, после 60 лет иногда более сохранны, чем молодежь. Я думаю, это вызвано тем, что все-таки вот мы застали этот кусочек советского времени, да, когда мы все-таки занимались физкультурой и двигались много и разнообразно. И, как бы, у нас была трудовая деятельность, она тоже отчасти физическая была, да? То есть не у всех были автомобили, мы много работали на даче, на огородах, ну, где-то вот что-то такое. Ходили в лес, в походы, и приходит, допустим, женщина на занятия 50, 60, там, 65 лет, и приходит девчонка, допустим, 20 лет, ну, просто, ну, как бы иногда очень сутулой. Ну, то есть очень, молодежь очень сейчас сутулая, очень жесткая, а вот 50-60 как раз очень хороший возраст, иногда бывают очень сохранные прямо функции двигательного аппарата, и это радует. В общем, почему нужно заниматься растяжкой? Саму физиологию, да, вот именно биомеханику растяжки, обо дней тоже понимают разные, скажем так, понимают разные, да? То есть кто-то говорит, что мы все-таки растягиваем, удлиняем мышцы, кто-то говорит, что мы растягиваем, работаем с аппаратом Гольджи, это сухожильно-связочный аппарат, да? И немного мы так или иначе воздействуем на сухожилие. Очень много сейчас, это очень модно, ну, про фасцию, мы про нее поговорим в разделе миофасциального релиза, да? Вот, ну, тем не менее, мышца, она должна быть у нас отзывчивая. То есть мы должны, посылая определенный импульс, который идет от нашего волеизъявления, да, к определенному движению, мы должны так наладить коммуникацию с собственным телом, чтобы тело на фоне нашей мышечной активности, оно нам отзывалось и поддавалось, да? Зачастую у нас часть, то есть определенные мышечные группы, структуры находятся в гипертонусе, избыточном, они перенапряжены, они жесткие, они уже, в них проникает вот этот фиброз, да, спаечный процесс, это мы тоже в разделе миофасциального релиза поговорим об этом. То есть мышца не получает нужного питания, она находится постоянно в таком гипертонусе и в ишемии, да? А есть, наоборот, мышцы, которые атоничные, расслабленные, растянутые, находятся в гипертонусе. И вот и те, и другие мышцы, они не пропускают нервный импульс, то есть мы не можем настроить коммуникацию с собственным телом, мы видим эти мышечные структуры как слепые зоны, то есть мы не можем выполнять ряд определенных движений, да, слаженно, красиво, грациозно, так, как это могут выполнять дети, спортсмены или животные, например, да, потому что мышцы находятся в ненормальном тонусе. И вот суть растяжки, вообще суть гимнастики, суть гибкости – это возвращение нормальной функции мышцы и её нормотонуса. То есть мы стремимся к нормотонусу, и в растяжке мы не стремимся к тому, чтобы растянуть мышцу и сделать её такой слабой, как тряпочка длинной и так далее. То есть вы же прекрасно понимаете, что все люди, которые занимаются функциональными тренировками, у которых шпагат такой активный, ненасиженный, да, красивый, не через боль, они не ходят, знаете, что они вышли, допустим, а у них мышцы так, как галифе какое-то, да, ну, то есть растянут и свисают. Такого нет, то есть мышцы, наоборот, они там где-то под задачей тела растянулись, где-то сократились и так далее. То есть мы работаем с функциональной, с функцией мышцы. Мы возвращаем мышцу нормотону, чтобы она нормально выполняла свою функцию. Это основная задача, да. Мы работаем разными способами, то есть есть такой вид, как бы самый простой, наверное, вот если мы говорим про начинающих, самый понятный – это вид пассивной растяжки. Сейчас пассивная растяжка чуть-чуть уходит, то есть она уже не так активно используется. Все-таки мы подходим к тому, что сначала с мышцей надо поработать, чтобы она нагрелась, прогрелась, да, то есть для этого все равно нужна какая-то физическая активность первоначальная, да. Обязательно должна прогреться в фасции, да. Вот хочется опять же начать говорить про фасцию, но чуть позже про нее поговорю. И потом мы можем, да, добавить на эту мышечную группу, мышечную структуру элементы пассивного вытяжения. Но, как правило, не используем какого-то внешнего давления, чрезмерного пассивного нахождения в форме и так далее. То есть там обязательно нужно работать через структуру мышц-антагонистов, да. То есть если мы определенную группу мышц напрягаем, напрягаем, но это сейчас сложно, да, для начинающих понять, но вот самое простое – это наклон, да. Приседание – это будет такое упражнение? Приседание – это поможет или это приседание не то? Конечно, да, конечно. То есть вот перед тем, как перейти к наклонам, сначала поприседайте, это будет прямо отлично, да. Потом на примере еще разберем. То есть, смотрите, есть такой тип условно растяжки, это растяжка через работу мышц-антагонистов, то есть мы сначала, то есть прямой метод, вот как Дмитрий сказал, то есть прямой метод растяжки, когда мы сначала определенную мышечную группу концентрически напрягали, а потом вытягиваем. Второй метод растяжки – это эксцентрический, то есть когда мы определенную мышцу и слегка напрягаем, и тут же удлиняем. Третий метод растяжки – это все очень эффективно, и оно разнообразно, и можно постоянно миксовать, да. Третий метод растяжки – через работу мышц-антагонистов. Когда нам нужно расслабить и довытянуть, допустим, переднюю поверхность бедра, тогда мы будем чуть сокращать заднюю поверхность бедра, к примеру. Или наоборот, нам нужно расслабить и довытянуть заднюю поверхность бедра. Обычно люди жалуются на жесткие подколенные сухожилия, это вот все группа мышц задней поверхности бедра. Тогда чуть-чуть напрягаем переднюю поверхность квадрицепс. То есть это вот такой тоже вид растяжки очень интересный. Четвертый вид растяжки – это миофасциальный релиз. О нем отдельно поговорим. Пятый вид растяжки. Мы можем сказать, что вот сейчас это тоже очень модное, современное направление, очень умное. То есть есть такое понятие, как смарт-фитнес, то есть фитнес, к которому мы подходим с умом, да, то есть сначала дедуктивный метод, да, сначала думаем, потом делаем. Вот. И мобилити, называется мобилити, она, это очень интересный вид физической активности, где мы воздействуем изолированно на определенную суставную группу. То есть вот нам нужно, допустим, улучшить подвизненность именно плечевого сустава. Тогда мы изолируем плечевой сустав от движения грудной клетки и, например, может быть, даже лопатки, да. И есть там ряд интересных движений. Если вот наберете даже по хэштегу мобилити, там вот будет, как можно сделать так, чтобы раскрепостить плечевой сустав или раскрепостить, допустим, тазобедренный сустав, к примеру, да, через изолированное. То есть вот зачастую, допустим, ну вот смотрите, самый простой, да, то есть нам нужно, допустим, улучшить подвижность плечевого сустава. И если вы пришли, ну, на обычную какую-то тренировку фитнеса, вот, человек машет рукой, да. В мобилити не будет вот этого махания, то есть здесь все зафиксировали, все, и там будет примерно вот такое вот движение. То есть сначала отвели, потом очень медленно, там все делается медленно, проворачивается. Здесь, вот обратите внимание, вот у меня большой палец сначала смотрел вверх, теперь разворачиваю его вниз. Уже пошло изолированное движение ровно в плечевом суставе, и вот я пошла, завожу назад. И вот эти вот мелкие движения, она такая мелкая очень моторика плечевого сустава, она будет гораздо эффективнее. И здесь, конечно, мы работаем с собой, то есть, конечно, и суставная капсула, она двигается, она напитывается, она вращается, но понятно, что мы подходим к ней через работу определенных мышечных групп, да, через такую целенаправленную, вдумчивую, медленную работу. Не всем подходит этот фитнес, то есть люди иногда немножко такие взъерошенные умом, и им вот что-то побыстрее, так, чтобы вспотеть. И, как говорится, ну, то есть у нас вот есть все равно, вот как песня, да, группы Наутилиус, я всегда привожу ее в пример, здесь мерилом работы считает усталость. Вот там такая фраза есть. Вот не всегда усталость, не всегда количество потраченных часов будет мерилом качественной работы. То есть иногда достаточно там 10-15, но прямо прицельно. И вот это вот как раз про мобилити. Немножко скучно может быть, но очень эффективно и прицельно. Ну, вот я насобирала 5 таких видов растяжки, то есть пассивная, относительно сейчас уже непопулярная, и вот такие относительно активные виды растяжки, да, где мы так или иначе работаем через небольшое сначала напряжение и потом расслабление, вытягивание, да, либо изолированное движение в определенных группах мышц и суставов, да. А теперь поговорим про эффекты растяжки, которые, почему нужно заниматься растяжкой, почему нужно заниматься гибкостью. Ну, вот у меня на первом месте, я вот как-то себе план такой составила небольшой, это, смотрите, все-таки считается среди физиологов, да, и людей, которые занимаются здоровым образом жизни, то, что хотя бы два раза в неделю человеку нужно хорошо пропотеть. И вот этот вот элемент, когда вы активно занимаетесь со своими мышечными структурами, вы потеете, потом, допустим, замедляясь, немножко вытягиваетесь и так далее, это очень важный момент для детоксикации вашего организма. То есть вы, если, допустим, мышца, которая напиталась за ваш период жизни продуктами распада, да, она жёсткая, она забитая, вы никак термически на неё не воздействуете, да, то и тянуть она просто не даст. Ну, мышца, она не будет вас слушать, вы будете её травмировать. Самый частый вид травмы, да, это травма хамстрингов, когда отрывается бицепс бедра, ну, или надрывается бицепс бедра от седалищного бугра, и это вот как раз потому, что тянут мышечные структуры, не подготовив их. Поэтому сначала прогреться хорошо, подготовиться, потом растягиваться, и вот это будет эффект детоксикации. То есть он общий, да, эффект от любого фитнеса, но мы его завершаем растяжкой. Это очень важно. Дальше это функция мышечная. То есть я вот на одном прямом эфире это говорила, ну, вообще говорю это часто, это любимая моя такая фраза, что эволюция, развитие человека не готовила нас к 21 веку. Изначально человек — это творец, это венец эволюции, это высшее творение, да. Мы созданы таким образом, чтобы уметь и мочь всё. Мы можем мелко двигать, да, разнообразно. У нас развита мелкая моторика, её тоже нужно развивать. И мелкую моторику суставов крупных тем более нужно развивать, да. То есть это не баллистические какие-то движения, это вот прицельное какое-то такое нужное движение для определённой задачи, да. Мы можем ползать, бегать, прыгать, скакать, плыть, бежать, прыгать, что там ещё я не назвала, ну, в общем, совершать разнообразные движения. Но что произошло за последние 10-20 лет? Наши движения, они свелись к тому, что мы немножечко ходим и много сидим. Всё. Весь остальной диапазон движений, который заложен в нашем организме, мы никак вообще не используем. И, конечно, мы от этого страдаем. То есть понятно, что не знаю, сколько веков должно пройти, чтобы у человека, может быть, начали отваливаться лишние конечности или ещё что-то, которые, может быть, по итогу будут не нужны уже в каком-то сверху будущем, если мы будем, если Земля, да, сохранится до этого времени. Поэтому весь двигательный функционал мы должны использовать. Вот это разнообразие движений мы должны использовать. Поэтому, когда вам говорят, что хорошо только бег, только бегайте. Или хорошо только функциональная тренировка. Вот занимайтесь, стойте только в планочках, отжимайтесь, качайте пресс. Или, допустим, хорошо только плавать. Хорошо делать всё. То есть вот понятно, что мы где-то, у нас есть какая-то доминанта, но если есть такая возможность, не бойтесь пробовать нового. То есть не бойтесь заходить на какие-то новые классы, новые направления, потому что вы будете получать новый сенсорный опыт. Получая сенсорный опыт, вы будете развивать свою сенсорику. Вот кто такой экстрасенс, да? Это человек с экстраординарной чувствительностью. И вот как мы можем говорить о каких-то сверхспособностях, когда человек сейчас сам себя не чувствует? Он приходит в зал, он садится на коврик, и он понимает, что его представление о самом себе настолько не соответствует действительности, что для него это первоначально просто шок, что он не может поднять ни ногу, ни руку, ни наклониться, ни прогнуться, ничего. И вот здесь, говоря о вот этом развитии функциональности, вот это второй этап растяжки гибкости йоги, пилатеса, любого физического такого работы, мы подходим к третьему важному очень моменту – это развитие мозга. То есть чем больше и разнообразнее мы двигаемся, тем дальше мы отодвигаем от себя какие-то деменции, старческое слабоумие, синдром Альцгеймера и так далее. То есть мы дольше будем оставаться молодыми нашим именно умом. Наш мозг, он будет активный, развитый, и вы будете настолько удивитесь тому эффекту, что вы стали готовыми и открытыми к чему-то новому, как ребёнок. То есть, вот знаете, бывают такие люди, вот им что бы ни скажи, что бы ни предложи, они говорят «ну нет, ну нет». И вот если такой человек пойдёт, допустим, заниматься какой-то физической активностью, разнообразной двигательной физической активностью, то через пять лет он скажет «конечно да». То есть я пойду туда и туда, он станет более открытым, более развитым. Чем больше мы, изучая своё тело, вот именно на физическом уровне занимаясь самопознанием, мы как бы, вот знаете, у нас в мозге есть карта тела, да? То есть карта тела в мозге, она есть. Но у тела куча слепых зон. То есть это вот те места, где мы вообще как бы мы понимаем, что да, какая-то группа мышц есть, она, кажется, выполняет такую функцию, но мы вообще никак с этой мышцей и вот с этим участком не взаимодействуем, да? Не используем в своём жизни. И вот развивая вот эти определённые, очень мелкие движения, очень иногда, знаете, вот когда ты долго занимаешься чем-то, ты всё равно для себя постоянно открываешь что-то новое. Допустим, раньше вот просто наклониться уже, о, ничего себе, сколько интересных впечатлений ты получил от того, что ты наклонился. У тебя и здесь тянет, и там тянет, и здесь ты не можешь и так далее. Со временем это всё пропадает, эти эффекты, да? И у нас как бы… Ну, то есть я делаю наклон, и я в нём уже ничего не чувствую. Ну, то есть у меня уже нигде не тянет, нигде ничего нет. Я начинаю уходить настолько глубже вот в этот наклон, что я настолько могу найти какие-то новые ощущения, впечатления, чтобы вот всё-таки докопаться до вот этих мелких слепых зон. И это, конечно, развивает очень сильно карту мозга, карту тела в мозге, да? И это вот как раз говорит о том, что, вы знаете, когда вы смотрите, допустим, Инстаграм какой-то Югини там, или какого-то фитнес-гуру и так далее, вы говорите, ну, нет, у него всё очень сложно, вон он как он может, а я так никогда не смогу, к примеру, да? Оно просто ему уже нужно что-то… Ну, как бы Инстаграм – это тоже наш жизненный опыт, мы демонстрируем определённые достижения и так далее. И здесь я хочу сказать, что мы не стоим просто на месте. То есть почему йоги? Сначала у них просто наклон, а потом нога за головой, например. Просто в просто наклоне они уже ничего не чувствуют, а в ноге за головой что-то дочувствуют. И мы постоянно развиваем вот эту чувственность. И, по сути, это раньше я была таким, знаете, фанатом йоги, да? Я только в йоге есть такое. А сейчас вот я, допустим, начала бегать, и я понимаю, что а в беге как много интересного, как много я нового там чувствую, да? Как интересно мне себя познавать через бег, например. А ещё я подтягиваться хочу, например. А ещё я… Ну, то есть у меня очень много каких-то есть моментов, уже не связанных только с чистой йогой, но я понимаю, что у меня есть очень много разнообразных движений, где я буду ещё сама себя развивать и познавать. Поэтому физическая активность разнообразная очень важна для профилактики старческой деменции и для сохранения хорошего настроения. Это вот четвёртый пункт. Но самый простой пример, наверное, вы его уже видели многократно и так далее, это попросить сутулого, зажатого человека, то есть такого крючка, да, вот с такими плечами, когда подтянуто всё к ушам. Ну, вот даже вы можете сейчас сделать этот эксперимент. Вот скукожились, зажались, грудная клетка упала на таз, и вот здесь вы пробуете улыбаться, да. Ну, вот прямо улыбайтесь. Ну, трудно, да. А теперь расправились, как иногда в армии там говорят и так далее, приосадились. И вот, в принципе, улыбка, она уже сама по себе появилась, да. И вот эти вот мышечные структуры, скажем так, пассивно-депрессивные, которые у вас накапливаются, зажимаются и так далее, они, конечно, очень сильно влияют на ваш психоэмоциональный фон. Чем больше вы себя разъебаете, тем больше вы улучшаете настроение. Здесь ещё можно говорить не только про мышцы, но и про то, что вот за счёт именно этого движения грудной клетки мы так или иначе расслабляем мышцы дыхательные, диафрагму, а дыхание, оно тоже напрямую связано с нашим психоэмоциональным фоном. То есть вот я могу сказать, что в 30 лет до йоги у меня очень была такая серьёзная офисная работа, ответственная. Я страдала просто хронической тревожностью. То есть, вы знаете, я сидела в кабинете, если мне вносили какое-то письмо, то есть у меня прям начинало колотить. Я настолько тревожилась, и в какой-то момент я понимала, что я не могу сделать глубокий вдох. То есть вот есть, знаете, в медицине такое понятие, как недостаточность вдоха. Человек вроде бы хочет, вот ему говоришь, вдохни полной грудью, он говорит, а я не могу вдохнуть. То есть он настолько вот всё, вот здесь вот прямо зажато. И через разнообразие движений, через то, что мы расшевелили грудную клетку, повлияли на более глубокие мышечные слои, дыхательные мышцы, диафрагму и так далее, мы начинаем глубже, длиннее, спокойнее дышать. И дыхание напрямую связано с нашим настроением. Ну это прям факт, который не нуждается в доказывании, с качеством нашего сна и так далее. То есть здесь вот этот четвёртый момент, такое психоэмоциональное состояние, почему нужно работать с гибкостью, с растяжкой и так далее. Потому что чем больше у нас зажатых, забитых мышечных групп и структур, тем больше мы, соответственно… Ну вот в йоге есть, да, такое как бы больше оно, как сказать, эзотерическое понятие, что вот блоки. Ну у тебя блок, там-то, там-то. Я лэп плохо выговариваю. Ну в принципе, на самом деле в йоге, а йога – это практическая дисциплина, это эзотерики, в ней стало много только в 20 веке. А раньше это была чисто практическая, такая сухая дисциплина, и там никто ничего не выдумывал, да. То есть если есть, допустим, какое-то мышечное ограничение, действительно какой-то мышечный спазм, который мы можем назвать мышечным блоком, то это в любом случае влияет на нашу нервную систему. И там, может быть, тоже где-то как-то что-то блокируется, потому что мы очень… У нас всё взаимосвязано в теле, мы не живём отдельно, да, так что вот где-то я, мой дух – душа, да, а тело – это отдельно, да. Здесь, кстати, очень важный момент, если говорить о теле, духе, там, душе, к примеру, то в Индии, ну и вообще люди, которые развиваются духовно, считается очень важно, чтобы вы были долгожителями. То есть чем дольше вы живёте на этой планете, в этом воплощении, тем больше вы опыт получаете, и это больше приближает вас к, ну вот как в традиции, да, йоги или индийских традиций, ну, к освобождению души, грубо говоря, да. Но мы можем всё это пока не рассматривать, то есть это глубокие такие философские моменты, но долгожительство, такое здравое, такое здоровое в уме, оно очень важно и нужно. Поэтому, может быть, мы не сразу до этого дойдём, может быть, даже сейчас я проговариваю эту фразу, сама до конца её не понимаю в сути, да, но прямо старайтесь, чтобы вы пожили подольше. Нужно, чтобы мы здесь получили гораздо, ну, большой опыт. Вот. Ну вот, в общем-то, всё я проговорила, да, про виды растяжки, про цели растяжки, и дальше могу начать говорить про МФР, или сначала ответим на вопросы, да. Ну, у меня вот вопрос сразу, а как связаны боли в пояснице, в плечах, там, они менее рук, они связаны как-то с растяжкой, с мышцами? Вот, может, это непосредственно влияет друг на друга? Да, ну, оно вообще как бы связано, да, конечно, смотрите, вообще поясница на самом деле чаще всего испытывает у нас напряжение, то есть это мышцы, которые находятся в гипертонусе, то есть вот эти мышцы-разгибатели спины, которые находятся в поясничном отделе позвоночника, скажем так, части этих мышц, да, они чаще всего спазмированы. Зачастую, ну, я могу сказать, в 90% случаев это связано с дисбалансом мышечного тонуса, то есть мы можем посмотреть на многих людей, да, то, что у них, допустим, животик вывален вперёд, и вот здесь вот эти мышечные структуры, они находятся в гипотонусе, они атоничные, они расслабленные, из-за этого поясница как бы прогибается, таз чуть-чуть подворачивается, наклоняется вперёд, и вот мы получаем вот такого вот человека, среднестатистический человек выглядит именно так. Поэтому начинать нужно здесь не с того, чтобы растягивать поясницу, а с того, чтобы подобрать живот и укрепить вот эти вот мышечные структуры. То есть это очень важно. Сначала укреплять, ну, мы можем говорить про крупные мышечные структуры, это прямая мышца живота, косые мышцы живота и так далее, это всё важно, нужно, но в основном нам нужно проработать глубокую мускулатуру живота, потому что именно она держит и тазовое дно, и по итогу стабилизирует нам таз и поясницу. Это поперечная мышца живота, это вот такой вот, скажем так, пояс. Вот я, знаете, говорю, что это пояс штангиста. То есть вот представьте штангиста, такого качка классического в советском зале, наверное, какого-то гиревика, например, и раньше такой затягивали прямо пояс, да? Его затягивали не для красоты, то есть вот этот вот пояс штангиста, он выполнял роль поперечной мышцы живота, да, вот. Это как раз поперечная мышца живота. То есть вот с этой глубокой мышцей с ней, надо научиться коммуницировать, научиться работать, её обязательно нужно чувствовать. Ну, то есть есть много там упражнений, просто набираете работу с поперечной мышцей живота, да, и, соответственно, там вот как раз из разряда вот этого умного фитнеса будет много упражнений. Вот, то есть мы работаем сначала над укреплением, да, брюшной стенки, и дальше можно, дальше, как правило, поясница сама по себе уже отпустит. Вот самое интересное, что как только мы начнём укреплять мышцы живота, убирать вот этот вот атоничный животик, да, поясницу начнёт потихонечку отпускать, и вы поймёте, что, в принципе, уже и не нуждаетесь в её дополнительном вытягивании, да. Ещё мы можем сказать, что дополнительно хорошо бы поработать с диафрагмой, потому что дыхательная и тазовая диафрагма, они напрямую друг с другом связаны здесь тоже. Это будет стабилизация поясничного отдела, ну, как бы поясница стабилизируется, и дополнительно работать с подвижностью таза. Про подвижность таза вообще можно рассказывать часами, но просто человек среднестатистически начинающий, он должен понимать, что любые движения в сторону наклона и прогиба они изначально совершаются от подвижности таза. То есть у нас вот эта вот чаша таза, она должна быть подвижная, то есть таз должен двигаться, и вот обратите внимание, вот таз идёт в наклон, да, и здесь я пойду в наклон, да, то есть сгибание тазобедренных суставов, и вот идёт разгибание тазобедренных, и от таза я пойду в такой корректный прогиб, да. Если у нас чаша таза не двигается, и тазобедренные суставы уже намертво вот прямо закостенели и не хотят двигаться никак, там есть много таких упрощённых форм, как нам расшевелить вот эту чашу таза, да, и зачем мы вот в контексте поясницы, зачем мы работаем с подвижностью таза, для того, чтобы выровнять передний наклон, да, то есть вот я сказала про животик и про передний наклон, и зачастую, да, человек уже не может, у него вот здесь вот мышца сплазмировалась, поддошла поясницы, она в таком гипертонусе будет, и он уже не может таз в нейтраль вывести, а нам для того, чтобы снять нагрузку с поясницы, обязательно нужно вывести таз в нейтраль, да. То есть вот здесь вот так комплексно подойдя к работе, то есть укрепляя живот, работая с подвижностью таза, мы уже снимем блок напряжения с поясницы. Но дополнительно мы можем, конечно, добавить какие-то движения на наклоны, на тракцию и так далее, то есть это всё будет хорошо. Если мы не будем работать функционально, то есть мы забьём на подвижность таза, грубо говоря, проигнорируем то, что надо работать с глубокой мускулатурой живота, да, и крупной мускулатурой, престом и так далее, то просто растягивая поясницу, мы будем её ещё больше травмировать. То есть там можно прямо очень хорошо дотянуть. Простите, пожалуйста, прерву, потому что время стремительно уходит. Мы уже 40 минут, мы не успеем на вопросы ответить. Давайте с вопросами сначала, потому что в практическую область перейдём. Я просто хочу сказать, про таз хочу сказать свой опыт, что когда я начал заниматься с Настей, я осознал, насколько важен поворот таза, я понял, что это такое, как на него можно влиять, потому что на это я вообще не представлял, где этот таз и что он вообще там у меня есть. А вот тут я начал заниматься с Настей, я понял, она очень хорошо объясняет, как это расшевелить таз. Вопрос практический. Вот человек 50+, с чего ему начать, сколько раз в неделю заниматься? Вот он вообще не знает ничего. Вот что делать? Он ещё такой, решил, что надо, ну вроде как лень, но не знает, что разнообразие такое большое. Разнообразие большое. Ну, всё-таки, всё-таки я бы, наверное, предложила не набивать шишки, а поискать по отзывам хорошего инструктора либо онлайн, либо оффлайн, и как-то вот, может быть, хотя бы несколько уроков посетить групповых, чтобы сложилось хотя бы какое-то впечатление и как бы представление вообще о том, что нужно делать, да. Но если нету, к примеру, такой материальной возможности, ну то есть я всё прекрасно понимаю, что иногда нельзя, допустим, пойти и вот так легко оплатить там занятия за 500 рублей, к примеру, да, или купить какой-то курс, да, то нужно подойти к этому более вдубчиво и внимательно и обязательно составлять, первое время составлять план. Вот просто берёте листик и откуда-то, из школьной программы, может быть, из какого-то своего большого жизненного опыта, из насмотренности, то есть вы всё равно сидите в интернете, вы где-то что-то листаете, где-то что-то видите, видите какие-то интересные упражнения, раз себе в закладочку их закидывайте, и вот вы, к примеру, наметили, что вы завтра будете заниматься, да, составьте себе план, это вас будет дисциплинировать, план должен выглядеть следующим образом, не надо от себя требовать многого и сразу же там на час расписывать и так далее, пусть это будет, к примеру, 20-30 минут. Это небольшая суставная разминка, то есть важно, вот наклоны головы туда-сюда, плечи, таз, вращение, наклоны, да, тазобедренный сустав поотводили, поприводили, коленный сустав, голень, да, то есть проработали, вот это 5 минут обычно суставная разминка очень хорошо включает вас в этот процесс, после неё уже хочется что-то добавить. дальше минут на 10 у вас должен быть силовой блок, то есть, конечно, не нужно, если вы никогда ничем не занимались, если у вас есть лишний вес, это принципиально важный момент ещё, то есть не нужно включать какие-то прыжки, какие-то агрессивные приседания, что-то вот такое, но, допустим, постоять в той же кошке, если кошка легко, то планка, в планке, допустим, поднять одну ногу, там, к примеру, выйти в положение по типу боковой планки, выполнить какие-то приседы такие аккуратные, без ног, с прислушиванием, как колено реагирует, да, на них, может быть, какие-то элементы отжимания, то есть, вот на основные группы мышц, ну, то есть, смотрите, основная силовая группа мышц, это мышцы кора, мышцы рук и мышцы ног, соответственно, мышцы кора, это упражнение на пресс, вспоминайте из школьной программы, что вы там чуть-чуть делали, но делаете все очень спокойно, без рывков, без прыжков, вот каких-то, без падений и так далее. Мышцы спины, это вот обычные разгибания, то есть, легли на живот, поднимали руки, ноги, к примеру, да, дальше, может быть, отжимания с колен, дальше на ягодицы, это вот самое такое удобное, это положение рудрасаны, вот тупо вышли, да, то есть, здесь можно и приседания какие-то поделать и так далее, или просто позу стула, если тяжело, можно подойти к стене, вот этот стульчик сделают, тоже очень хорошо, это вот бедра включает, ноги очень хорошо включают, все, вот 10 минут здесь позанимались, и дальше уже переходите к растяжке, растяжка, объемный такой момент, не нужно каждый день делать растяжку всех групп мышц, или только одних и тех же групп мышц, да, то есть, к примеру, сегодня вы будете растягиваться просто в наклоне к двум ногам, завтра это может быть бабочка, послезавтра это может быть наклон с широкой постановкой ног, вы в нем работаете, дальше на четвертый день это может быть работа с растяжкой плечевого пояса, плечево-паточного комплекса, да, то есть, здесь какие-то моменты именно с плечами проработать, ну, можно, конечно, соединять разные группы мышц, вот, потянулись комфортно так и завершили, ну, чем-то, занятие там, не знаю, какой-то дыхательной практикой, это идеально, то есть, сели, медитативное положение, просто глубоко, очень так, объемно, как будто внутри себя наполняете два воздушных шара до предела, продышаем, все, вот, самое важное, нужно, чтобы вы перестали себя ругать, то есть, вот, я такой деревянный, тело меня не слушается, да, я себя так запустила и тра-та-та, да, я много ем, например, это, и не нужно от себя много требовать, то есть, не нужно такой, вот, с завтрашнего дня, я завтра там, пробегу сразу же три километра, потом, значит, буду приседать сто раз, в планке пять минут постою, потом буду то, все, и в итоге дотяну, дожму себя в шпагат, так, что слезы польются и в глаз, да, чтобы у вас выработалась привычка, вам нужно, чтобы этот вид активности приносил вам удовольствие, и вот прямо первое время, пусть это будет пока не очень результативно, но это должно вас вдохновлять, окрылять, приносить вам удовольствие, повышать уровень гормонов радости, только так вы постепенно-постепенно начнете идти дальше, продвигаться, если это будет постоянно через боль и насилие и самобичевание, то, ну, вы сойдете с рельсов уже на второй неделе, то есть, нет людей, которые... через боль, насилие и самобичевание вы можете достигнуть результата, если позади вас будет стоять тренер, ну, и вот просто гонять вас, гонять, и по какой-то причине вы не можете ему сказать, нет, слушай, больше горшочек не вари, мне хватит, да, ну, в современном взрослом мире так не бывает, это детский подход к тренировкам, ну, то есть, детей тренируют через бичевание, ну, грубо говоря, моральное, может быть, так или иначе. Я хотел добавить, что удовольствие, оно приходит не сразу, надо какое-то время все это себя заставлять, ну, вот где-то с растяжки, я думаю, недели две-три надо, потом вот начинается удовольствие, а то, что ты, ох, получается, вот на том ты лучше стал, и потом уже ощущение приятное становится, но вначале все равно, конечно, чуть-чуть надо себя заставлять, без этого никуда не идти. Ну, надо какую-то вот эту золотую середину найти, все-таки, да. Ну, просто, мне кажется, очень важно, какую можно, ну, какие травмы можно получить вообще в растяжке, что делать, чтобы не получить травму? Чаще всего именно в растяжке и в гибкости, ну, вообще, смотрите, у нас есть наиболее уязвимые структуры, это шея, это запястье, это поясница и это колени, вот эти вот уязвимые структуры, к какому бы виду фитнеса вы не отнесли, они все равно будут уязвимые, да, поэтому там нужно работать аккуратно, постоянно укрепляя, ничего сильно не растягивая, да, я вот уже проговаривала, кто-то, может быть, был на моих других прямых эфирах, что наше тело устроено по системе рычагов и канатов, по системе подвижных и неподвижных структур, то есть, смотрите, давайте быстро по этому пройдемся, голень, стопа, это подвижная структура, со стопой важно и нужно работать именно в контексте развития ее подвижности, колено – это неподвижная структура, мы его не растягиваем, мы его не выламываем, мы его не выворачиваем, тазобедренный – это подвижная структура, очень важно, чтобы тазобедренный двигались во всех заданных направлениях, которые есть в природе, да, этого поясница, на самом деле это неподвижная структура, то есть, не нужно через поясницу совершать прогибы, наклоны, куда-то ее растягивать и так далее, грудная клетка это подвижная структура, с грудной клеткой надо работать, улучшать ее подвижность, различные скручивания, разгибания, скругления и так далее, соответственно, шея – это неподвижная структура, тоже мы ее сильно никуда не тянем, не выламываем, ну, за счет шеи ничего не делаем, да, ну, по плечам также там можно пройтись, вот это важные такие моменты, и поэтому какие травмы, какие травмы, вот, исходя из этого, чаще всего люди получают травму хамстринга, я про это говорила, когда идет надрыв мышцы от, вот, иногда полный отрыв, но это, конечно, нужно постараться, это чаще в таком спорте бывает, а у нас во взрослом возрасте происходит такая микротравма, надрыв от седалищного бугра, мышцы, и вот если вот не дай бог случилось словить эту травму, она будет аукаться всю жизнь, ну, правда, это настолько рецидивы случаются постоянно, очень долго заживляются, я сама, если честно, от этого всегда страдаю, в свое время перетянула, поэтому нельзя доводить растяжку, знаете, до ощущений, ой, как печет, ой, как там тепло стало, там, ну, в каком-то одном сегменте мышечном, да, то есть очень-очень аккуратно, вот к любым таким нужно прислушиваться, то есть не должно быть, и, конечно, первое время мы не дотягиваемся, ну, то есть лучше чуть-чуть не доделать наклоны, мы не используем дополнительного веса, там, вот, допустим, ребеночек мимо побежал, говорить, ой, иди-ка, сядь-ка на меня, допустим, так лучше не надо. Поясница, то есть, знаете, иногда вот тоже хочется ее потянуть, а вот ее тянуть как раз сильно не нужно, то есть на нее не нужно, ее не нужно перетягивать, потому что поясница – это такая очень зыбкая структура, и ее можно легко травмировать, да, то есть травмы поясницы. Нужно запомнить правило, все наклоны происходят от таза, то есть если таз, вот сейчас я покажу на примере, да, смотрите, то есть если у человека таз находится вот здесь вот в вертикальной плоскости, таз не проворачивается, вот смотрите, сейчас я как будто бы зажимаю, да, ладонь, оп, и вот это вот произошло от складывания в тазобедренных движений. Вот если таз пока так не двигается, то не нужно вот так наклоняться, да, то есть вот так, когда мы наклоняемся, мы через круглую спину можем себе расстегнуть поясницу, лучше чуть-чуть подсогнуть ноги и довернуть таз, вот на согнутых ногах движение пойдет лучше, и потом постепенно, постепенно уже здесь ноги стараться довыстрять. Ну вот, то есть если мы говорим про гибкость и растяжку, то травмы задней поверхности бедра и поясницы, когда мы будем углубляться в этот процесс и начнем работать на коротком рычаге, а короткий рычаг это согнутая нога, то есть это различные бабочки, да, наклоны, ну вот если сидят, то наклоны с таким положением, или бабочка, то, конечно, травма колена самая распространенная. Вот, все. Так, вопрос короткий, коврик вообще обязательный для этого или это такая? Необязательно, просто берешь и делаешь на полу, да? Конечно, да, да. Понятно. Так, у нас, я не знаю, сколько у нас времени, 50, сейчас 11, 55, ну, минут 10 у нас нам еще есть, да? Значит, я коротенько про наши уроки с Настей, то есть у Насты есть курс хороший по йоге, да? Дальше нащи, да, так называется? Да, да. И чтобы получить доступ к первому уроку, просто потом в комментарии под этим эфиром напишите, хочу урок от Насты, и там вам придет сообщение в директ, и там мы с вами прожаримодействуем, и вы получите на почту ссылку на этот урок. Вот, а если хотите урок про мой курс, который называется растяжка для начинающих 50+, то напишите хочу урок от Дмитрия. Вот, напишите эти фразы, и потом в течение там 28 часов где-то на почту вы все это получите. Дальше, если хотите... Я не могу, а Дмитрия будет даже эффективнее, потому что все-таки вот если начинающему, то у меня все равно чуть-чуть посложнее, конечно. Да, мы с вами выберем, ну, просто посмотрите и сами решите себя, что вам больше какое. Вот, кроме того, я решил сделать на свой курс скидку, там, порядка 30%, он и так недорого стоит, но будет еще дешевле, если вы наберете промокод, который называется Настя Толеда. Прямо вот, как у Насти ник, это будет промокод, который позволит этот курс еще дешевле. Ну, ну что, еще у нас время есть, да? Я думаю, что вот вопрос такой все-таки, есть ли какой-то широко известный может быть комплекс, который можно взять просто и делать каждый день и будет уже польза от одного какого-то конкурса. Да, да, сделаем, давайте. Смотрите, первое, с чего нужно начать, это положение окошка, сейчас я как-то камеру выстрою, то есть, понятно, что я просто сейчас пролистала с участниками, смотрю, что там многие, кто уже давно в йоге, то есть, вам это будет точно интересно, да? Начнем с положения окошка, вот, располагаем ладони ровно под плечами, колени под тазобедренными суставами и учимся выполнять артикуляцию нашим позвоночником, то есть, это посегментное такое движение на сгибание и разгибание, ну, или если, то есть, злая добрая кошечка, прогиб, скругление, да? То есть, прогибаемся медленно за счет таз, сначала поясница, грудная клетка, шея, и вкругляемся максимально, выталкивая и разводя лопатки в сторону и подворачивая хвост под себя. И вот таких вот движений на скругление и на прогиб, ну, 10-20. Главное, не делайте это быстро, то есть, зачастую человек начинает так вот как-то двигаться и тем самым он просто бьет себя по пояснице. То есть, запомните, что у нас есть две таких массивных костных структуры, это таз и грудная клетка, если между ними вы начнете зажимать свою поясницу, стекать по ней, то, конечно, она будет от этого только страдать. Поэтому, да, вот аккуратно, сгибание и разгибание. Дальше можно проработать плечи-лопаточный комплекс, это одни из моих самых любимых движений, это сведение лопаток, вот прямо представьте, что сжимаете лопатки в позвоночник и развели лопатки в сторону, свели, развели. здесь для вас уже может быть новое, то есть вы можете понять, что не можете развести лопатки, либо свести, но эти движения нарабатываются, да, сводим, разводим лопатки. Дальше проговорим про силовой функциональный контекст. Здесь же, находясь в положении кошка, можно проработать ягодичные мышцы, это вот просто отведение ноги в сторону, да, здесь можно динамить, либо удерживая ногу на весу, уже будет много интересного. И также можно сделать асимметричное положение, когда вы выводите, допустим, одну ногу назад и диагональ в другую руку вперед. Но это вот самое такое примитивное, прямо базовое движение, да, здесь уже поработаете с мышцами пора. Дальше можно подтянуть себе ногу, круглить спину и вот подержать вот это такое круглое положение спины, здесь будете напрямую воздействовать на мышцы кора, мышцы живота, брюшного пресса. Легка направляйте вес тела вперед. И вот здесь вот это уже будет такой силовой момент, здесь уже 10 минут поделайте, уже будет достаточно. Дальше не выходя из кошки, можно опустить локти на коврик, пятки подняли вверх, носки стоят на коврике, отсюда приподнимаете колени и начинаете поднимать таз выше, направляя другую клетку к бедрам, да, и вот здесь будет растягиваться у вас плечевой пояс, обувь грудного отдела. Ноги можно держать подсогнутыми, таз толкать выше, а грудную клетку прямо направлять. Более простой такой адаптивный вариант, ну вот у Дмитрия даже хорошо получается, это конечно собака вниз, то есть мы локти поднимаем, ноги остаются подсогнуты и вы стараетесь сделать прямую линию руки грудная клетка таз, то есть вот, когда вы понимаете, что без ущерба положению спины грудной клетки вы можете выпрямить ноги в коленях, выпрямляете, ставьте пятки, да, но если при разгибании ног спина скруглилась и накатилась вперед, то лучше пока в спину, спина это пока в приоритете, да, спина и разворот таза, вот, это такое самое простое, дальше обязательно сели, мы не будем касаться темы прогибов, она сложная, но можно выполнить положение в обратном столе, это уже будет как прогиб, как такое небольшое разгибание в тазобедренных суставах, да, и можно, если нет никаких противопоказаний с шеей и так далее, выполнить положение полумоста, здесь выталкиваем тоже таз выше, именно прогиб здесь будет тоже от таза, от разгибания тазобедренных суставов, и после того, как вы соберетесь, можно в качестве компенсации выполнить наклон вперед, опять же, вы про наклон уже разговаривали, наклон идет от разворота таза, стопы, сокращайте больше на себя, ноги можно сдержать подсогнутыми в коленях, и обязательно у вас должно быть в тренировочной программе разворот корпуса, то есть выполнить скрутку, переставили одну ногу за другую, колено вверх, и самое важное правило, потому что новички чаще всего путаются, скрутка происходит в сторону верхней ноги, то есть вот я беру и разворачиваю в сторону верхней ноги, и вот здесь хорошо подышали, развернулись, но тоже, конечно, здесь нюансов будет много, но даже на таком простом уровне уже будет достаточно вот этого комплекса, здесь вот если прямо все хорошо поделать, подышать в каждом положении, здесь уже 30 минут поработаете, ну можно потом уже добавить что-то, допустим, какую-то спецификацию, скажем так, пресс проработать отдельно, еще где-то какие-то, потянуться в широких углах, внешняя ротация тазобедренного, бабочка и так далее. Ну все, отлично, я там взбодрился прямо можно на лыжах теперь идти. Так, ну что, час уже прошел, я боюсь, как бы у нас тут не пропал эфир. Ну давайте, если пока не пропал, еще коротко про МФР. Про МФР. Да, давайте, да. Смотрите, миофасциальный релиз, это современное такое направление, каким бы видом фитнеса вы ни занимались, я считаю, что МФР очень важен и нужен простому человеку, который, может быть, вообще ничем никогда не занимается, да. Вот, круто. У нас есть мышца, мышца покрыта такой пленочкой. Я часто говорю, что вы приходите на рынок и когда вы приходите на рынок, вы говорите, мне мясо помоложе, да. Что мы под этим подразумеваем? Что это мясо, это мышца, которая еще не пронизана, жесткими коллагеновыми тяжами, такими нежувачьими структурами, да. Оно покрыто такой липкой-липкой сопливой пленочкой, которая так скользит по этому мясу, да. Вот эта вот пленочка, это фасция. Вот с этой пленочкой очень важно и нужно работать, потому что, если по каким-то причинам у вас эта пленочка скукожилась, зажалась, да, вот, к примеру, вот здесь вот, вот она, фасция, зажалась, иногда, знаете, это, к сожалению, следствие оперативных вмешательств бывает, да. Фасцию натянули, образовался фиброз, такая жесткая коллагеновая структура, спайка. Это, конечно, вот этот вот зажим, он будет влиять на натяжение мышц по всему телу, то есть по всему телу. И здесь обязательно, вот как бы это грубо и страшно не звучало, со спайками, с фиброзом обязательно нужно работать, и эта работа никогда не будет приятной, иногда до слез она будет. Но важно же понимать, как вы работаете, ну, то есть здесь умно подходить, да, ничего сильно, бездумно отрывать не надо от себя. Вот, то есть нам очень важно, чтобы фасция периодически нагревалась, и чтобы она продолжала скользить, и чтобы у нее было равномерное натяжение по всему телу. Тогда, вот, суть именно фасциальной растяжки, если фасция подвижна, если равномерно натягивается по всему телу, то, в принципе, процесс растяжки будет для вас достаточно комфортным. Для этого есть дополнительный инвентарь, это различные ролики, мячики и так далее. Как это работает? Мы ищем в теле триггерную зону, то есть мы не просто катаемся на ролике, да, не просто там мячиком прокатываем тело, мы прокатывая тело и ищем, где у нас есть болезненный участок. Ну, чаще всего это область, вот, вот, да, грудных мышц, где-то в районе лопаток, вот здесь вот надплечья, ну, то есть ягодицы, там вообще прямо икроножные мышцы, особенно у бегунов. и вот нам важно найти вот эту триггерную зону, там, где фасция зажалась, скухожилась, да, перестала скользить, и мы её вот этим вот дополнительным инвентарём прорабатываем. Процесс очень болезненный, зачастую прямо слёзы из глаз. Если вы реально нашли, да, триггерную зону, то прорабатывая её, вы будете прямо страдать. Но очень важно вот именно проработать её до конца, то есть вот расшевелить, разжать этот участок. И вот чем больше вы будете у себя находить этих болезненных зон, чем больше вы будете с ними работать, становиться их будет всё меньше и меньше, со временем вы поймёте, что у вас улучшилась и осанка, и дыхание, и настроение, и растяжка, сам процесс растяжки идёт гораздо комфортнее. И вот до, вот вы можете, знаете, как мы говорили, короткая тренировка, вы можете до тренировки, допустим, вместо суставной разминки выполнить МФР. Ну, то есть прокатались на ролике, поработали где-то мячом, где-то руками, может быть, размяли икроножную мышцу, обязательно ягодичную и так далее, то есть это вот может заменить вам суставную, то есть день так, день так. Иногда просто берёте, вот устали от всего, к примеру, но нет сегодня физической такая усталости, возможности заниматься каким-то тяжёлым фитнесом, то МФР прямо выручит. Тоже много информации по этому поводу в интернете есть, просто набираете МФР, внимательно читаете, покупаете недорогой инвентарь и здесь, в принципе, делаете, то есть тут много бесплатной информации по этому поводу. Да, я хотел сказать, что попробовать можно просто вот обычным теннисным мячом для начала, можно просто свернуть одеяло, плотный такой ролик или полотенце вафельное такое большое и уже будет начало. Можно просто скалку взять. Да, да, кстати, прямо классно подойдёт. Вот, ну то есть вариантов много, главное, чтобы это было круглое и не очень жёсткое. Так вот. Ну а мячик теннисный прекрасно подходит. Ну вот специальные шары есть, я просто где-то покупал уже один, второй, они просто по-разному воздействуют. Ну вот хорошо очень на стопу вот таким вот игольчатым, а вот таким тоже хорошо на икроножные мышцы. Ну в общем, вариантов много, они все рабочие. И действительно, после того, как стал заниматься растяжкой, а он стал менее болезнен вот этот вот. Вот. Ну, наверное, я просто боюсь опять, что у нас все прорвется внезапно. А он когда внезапно прорвется, он сохраняется в эфире или нет? Да, он сохранится в любом случае. Ну, в принципе, я думаю, мы все проговорили и уже он точно не прорвется, потому что уже больше часа. Если были какие-то вопросы конкретные, можно посмотреть. Я пока не знаю, не вижу конкретных вопросов прямо в эфире. Да, вот тут жалуются, что я не дала вам поговорить. Я просто была гостем эфира у Дмитрия и вот тут было так много времени. Я могу так устроить прямой эфир когда угодно. отмечать впервые за 7 лет. Настя, спасибо большое. Всем спасибо, кто пришел. Да, у вас большое количество. Пишите комментарии, пишите, хочу урок от Настя или хочу урок от Дмитрия. Мы продолжим с вами общей коммуникации. Всем до свидания. Приятно было, что такая история собралась. Все, до встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok